По немногочисленным, но очень настойчивым просьбам показываю, что делать, если вы довели схватку до овертайма на турнире до сдачи, и ваш соперник забирает вам бэк-рэп, то есть спину. Да? Итак. Итак, все начинается немножко с правильной тактики. Во-первых, чем сильнее вы сможете незаметно наклониться вперед, тем лучше. Разумеется, ваш соперник хочет вас максимально руками подложить назад, поэтому он включит спину. Ваша задача включить свою спину, держать спину к сложности, и наклониться немножечко вперед, да? Чем сильнее вы это сделаете, тем сильнее вы ослабите его захват, да? Дальше. Не нужно разводить свои ноги широко, не нужно их сгибать. Наоборот, я хочу свои ножки вытянуть, свести достаточно узко, да, наклониться вперед. Чем сильнее и шире разведены ваши ноги, да, согнутые колени, тем ему удобнее цепляться. Вот здесь, смотрите, уже вся вот эта история гораздо ближе к вам, по сравнению, чем вот здесь, да? То есть вот здесь и вот здесь. Ваши бедры сами подводят его ноги к себе. Дальше. Решающий момент. Это расположение головы. Вы должны понимать, как работают удушки. Если вам накладывают просто руку на верный, удушка всегда идет вдоль атакующей руки, поэтому я поднимаю плечо и подбородок, все, подворачиваю голову в сторону удушки, да, это для ноги, да? То есть здесь, даже если он пытается просто вот взять, ну, я на удушку, нормально, ну, за крыле души, я какое-то время могу пережить. Очень важно. Если у вас не будет плеча, вот этого поднятого, вам сделают нормальную лицедавку, и вы вряд ли это перетерпите, обязательно поднято плечо, да? Да? Если он собирается вас душить отворотом, все то же самое, но в другую сторону, то есть с отворотом удушка пойдет вот в ту сторону. Соответственно, вы должны заранее предположить, как вас будут душить, ну, это важно. Да, если вы видите, что он немножко подбирается к отвороту, соответственно, вот сюда. Да? Дальше. Ваша задача, чтобы вас не задушили в первые секунды. Какой люди делают ошибку? Они пытаются захладить руку вот здесь, да, сверху. В итоге они контролируют вот эту руку, они ее часто пытаются снять, они ее снимают, им вылетает рука на шею. Либо так, либо на ряду накид. Всегда я хочу заблокировать ту руку, которая будет душить. Важно. Я ни в коем случае не трогаю эту руку. Я беру вот эту руку. И второй рукой я не хочу брать ничего здесь. Я хочу взять, смотрите, вот здесь. Не здесь. Эта рука мне вообще пофигу. Если я взял вот здесь, пытаясь меня задушить, я убрал верхнюю трукующую руку. Это самое важное. Голова повернута, да, то есть я предполагаю, что я просто накинул руку на лицо, потому что отворот набирает долго. И опять же, если я взял вот здесь, я недавно нормально набрать правило. Давай, берем ручку вот эту. Вот у меня захват, вот здесь набрать правило. Захватываю четыре пальца абсолютно легально по правилам. То есть я просто недавно набрать правило, соответственно, исходя из этого, я предполагаю, что пытаться задушить меня будут все-таки рукой на физрухе, да? Да. Дальше. Мы здесь. Нам... Давайте поменяем стороны, чтобы я падал вот сюда. И так, соответственно, здесь. Я спинку держу, ножки жесткие, у меня ничего не расслаблено. Вот я здесь, он тоже жестко. И нам дают команду старт. Алексей, дайте нам команду старт. Старт! Так, моя задача резко упасть в сторону его нижней руки и поставить свою голову на пол, да? Дальше. Сейчас пока не касаюсь руками. Дальше идет работа моими ногами. Обратите внимание. У меня ножка прямая, согнутая нога, мне очень здесь удобно, она будет мешаться, она будет больше действовать на таз. Я выпрямляю ногу, и я выворачиваю свой таз из него. Я уверен в своей защите от ножки, я уверен в своей шее. Я не часто акцентируюсь на самих удушках. Я больше работаю с его ногами. Моя задача просто восстановить гарт, да, или выйти. Он меня будет преследовать, то есть работать. Я здесь хочу просто уехать спиной в пол. Уехав спиной в пол и хватив ногами его ногу, я вышел из позиции бэкмаунта. Еще разок. Мы здесь. Здесь я понимаю, смотрите, сейчас Гриша взял неправильный захват, это, кстати, важно. Понимаете, оттушить вас всегда будут верхней рукой. Сейчас он положил свою верхнюю руку на самый верх. Отлично, я в нее вцеплюсь, вот в эту руку. Держи, держи, держи. Я ее не отпущу. Всегда люди будут в верхнюю ручку немножко прятать. Опять же, для чего? Чтобы я радостно сорвал вот это, и мне оторвали башку. Поэтому следите за этим. Я прихватываю ту руку, которая сверху, прихватываю атакующую руку. Я здесь. Важно. Я ни в коем случае не падаю через него назад. Мне не дадут этого сделать, нормально туда упасть. Меня, скорее всего, если я пойдет назад, меня растянут спиной. Да. Я здесь и грибу. Не надо дать. Ну, я просто. То есть мы были здесь, ножки здесь. И по команде старт я рвусь, вот в идеале упасть под прямым углом. Чем сильнее он меня растянет, тем хуже для меня. То есть я хочу в идеале вот это. Чем сильнее я падаю с разогнутой спиной, тем больше шансов, что его голова окажется под моей головой. Мне будут мешать я взглянулся. Да? Ручку держу. Ум. Я ножки здесь, вбук. Посмотрите, поставил ножку. И еще раз. Движение таза. Ножка прямая. Если мы, если он на ремешей, я могу убрать разворот таза. То есть, если он держится за ногу, посмотрите. Я просто движение не убираю, а на момент разворот таза. Я не поднимаю голову от пола. Моя задача уехать спиной в пол. Мой пол защитит меня от него. Уехал. Вышел. Иногда бывает люди, которые хотят вцепиться вам в лицо. Сейчас, когда Алексей нам даст команду старт, пытаясь мне именно оторвать лицо. Готовы? Поехали. Файл! Ни в коем случае не отпускайте верхнюю руку. Вцепитесь в нее, заблокируйте захват. Если он попытается сменить руки, то есть, пытается вот эту руку сделать верхнюю, то есть, вытащитесь под меня и взять ее за голову. Значит, здесь важно, мы всегда смотрим по ситуации. Если она плохо легла, например, вот так, я продолжаю, у Гриши, рука легла достаточно неплохо, он может прихватить от ворот, меня могут здесь придушить. Поэтому, это мы бросаем, тем более, это уже далеко от нашей головы. Перехват. Я не очень люблю передачи рук, потому что он может перейти на атаку, в общем, мне это не нравится, это не мой способ. Да, то есть, я блокирую эту руку, я иду головой в пол, я съезжаю. Я, ну, лично мне нравится убирать свой таз. Если я убрал свой таз, да, как угодно он я можешь здесь держать, если это будет гарден, я свалил. Еще разочек. Мы здесь, здесь, ножки узко. Если вы прям вообще классно защищаетесь, да, то есть, Алексей, файт. Я могу сделать так и уходить уже отсюда, если вы уверены в своей шее, в своей защите. Когда я работаю с людьми по заданию, я, значит, часто использую этот способ, то есть, мы садимся, люди говорят, файт, меня подвел, поджал, либо изнутри, либо снаружи, на самом деле, не суть, важно, важно, быстро схватить, свести бедра, чтобы не было куда ставить ноги. Потому что ноги глубоко, надо вытаскивать, свожу бедра, ноги выходят. Снял, пошел работать. Да, опять же, моя задача, чтобы я не был задушен, но чтобы я максимально быстро ушел в гард. Если я буду здесь лежать, заниматься съемным и не двигаться тазом, он сможет корректировать позицию, сможет перейти на что-то еще. И опять же, это время, которое может стать решающим. Преследование, скорее всего, это превратится в гард. Это будет максимально быстро. А мне это выгодно? Я не буду. Желаю вам успешно выбираться из Бэк Грэба, когда вам его заберут. Но еще вам желаю до него не доводить и выиграть все-таки досрочно, чтобы попадать в хайлайт с турнира до сдачи на БРЖ Фрикс. Сегодня так жарко, что к финалу должна тренировка превратиться в конкурс мокрых ги. Против окончателей! Я уже не хочу, там оказывается трижды. Сегодня я покажу свои фирменные наработки, как уходить из бэкмаунта. Почему они фирменные? Ну, ты гард проиграл, начал уходить из фирмы, забрали. И вот на соревнованиях я смог отработать выходы из бэкмаунта. И смог отработать их хорошо. Первая ваша ошибка, что некоторые из вас пришли немножко подшились в кальянную на пуфике. Вот так вот. Некоторые прям вот так вот. Ха-ха-ха-ха-ха. РОСРЕЕСТР Многие ваши проблемы связаны с тем, что вы просто беретесь в этот момент и останавливаетесь вместо того, чтобы продолжить движение. Либо просто раскрываетесь. Сидите за этими моментами, у вас будут уходы еще лучше. Сейчас душим. Душим друг с другом. Уходной сидит. Мальчики, девочки все вместе. У нас ждите. Я очень плотненько позавтракал. Выкал кофе сваренного. Почистил зубки и поехал. Он слишком заигрывается. Он слишком глубоко уходит. Оттуда вот, ну, он... И он некоторые вещи, когда он предполагает, из них уже соревновательно нет выхода. Есть некоторые вещи, типа, в духе... Ну, 20 минут меня там пытались затушить, я, типа, вышел, я молодец. Но оно очень сильно по времени растянутое, там может быть, защита. Это не работает в плане соревнований. Но я стараюсь очень короткий вариант. Миша Банков в первый раз прозвучил скал-праузу. Надо очень много сил, чтобы им заниматься по-другому не получится. Это еще мы не дошли, когда до защиты от душек, когда я нас еще и душить начну. Леш, сейчас люди с пятицей пойдут запретить бэк-маунт надо. Позиция тяжелая, душная. Люди устают, удовольствие не получают. Надо запретить. Ребят, парень и девчонки вам понравилось? Да! Я спать, поехал. Да, я обещал после тренировки дочку в кино отвезти. Ну, наверное, придется это перенести на завтра, потому что сил нет. Все губы отбилы, все лицо болит после этих подушающих. Короче, очень круто было, да. Лучше не попадаться. Если хочешь выйти из бэк-паунта, лучше туда не попадаться, если не собрался проигрывать. Андрей, расскажите нам о тех легкогрессах. Тяжелая. Миша же сказал, те, кто тяжелее, сильнее, не живется легче. Получается, как повесом живется тяжелее. К***ец. Ну, я бы не стал так говорить, но в целом, да. Ты ребер, кстати. Ха-ха-ха. Сейчас. Ну, давай. пойми. Посмотрите. Сейчас. С orbitой, что-то. Сейчас. Сейчас.